Они 150 берут, мы их уберем. Садись, пожалуйста. Есть, есть, есть. Садись, садись. Так вежливо водитель зазывает в салон. Импровизированный вокзал на компрессорном знают многие. Три автобуса ждут своих пассажиров и сегодня. Едут во тню. Вот только уехать им было не суждено. Инспекторы нагрянули с проверкой. У этого водителя не оказалось карты маршрута, обязательного документа для перевозки пассажиров. Будет вставляться протокол по статье 4, статье 11.33. За отсутствие карты маршрута на регулярном перевозке пассажиров. По словам водителя, работает всего неделю. Но внятного ответа, почему он ездит без документов, дать не смог. Я даже не смогел, если нет, сегодня. На другом машине есть. Инспекторы отмечают, неофициалы, как правило, ставят табличку заказной. А значит, не рейсовый и вопросов к ним быть не может. Заказным автобус может считаться тогда, когда машина выделяется для отдельной перевозки группы людей, например, туристов. Ну, я всегда отсюда ездила, переживаю. Я не знала, что так работает. А здесь близко, быстро здесь. Время очень малое выходит. Точно такая же ситуация в центре города. Микроавтобус с табличкой заказной ждал пассажиров в Чистополь. Обычно говорят, что осуществляют по заказу заказные перевозки. Получается, они осуществляют регулярные перевозки межмуниципальные. Лицензии на работу водителя не оказалось, но вину признавать отказался. Все есть, наверное, нашел сейчас. Где она у вас это? Должен быть, где знака надо. В автолочной, наверное. В итоге пассажирам пришлось покинуть салон. За работу нелегальных перевозчиков штрафуют на сумму до 300 тысяч рублей. Но даже такие наказания мало кого останавливают. С начала года транспортные инспекторы выписали штрафов более чем на миллион рублей. Уезжая с неофициальным перевозчиком, быть уверенным в безопасности поездки невозможно, говорят в Ространснадзоре. Индивидуальные предприятия, они с кем-то, конечно, наверное, заключили договор, но мы их проверить не можем. А если автобус отправляется с автовокзалов, то в автовокзалах есть свои механики, которые уже действительно при выезде проверяют данные транспортные средства. Сегодня по итогам проверки открыли два административных дела. Будут выяснять собственника. Сейчас в республике 41 официальный перевозчик, который обслуживает 160 маршрутов. Ромель Галиуллин, Адельмен Дубаев, ТНВ, Казань.